Не всегда заметную, но такую важную профилактическую работу по снижению распространения острых респираторных вирусных инфекций, а также и коронавируса, проводят сотрудники ЖКХ-комплекс и днём, и ночью. Так, в тёмное время суток работники коммунальных служб надевают защитные костюмы, маску, очки, перчатки и отправляются на дезинфекцию остановочных пунктов. Их обрабатывают специальным раствором с помощью распрысквателя, который равномерно распределяет дезинфицирующее средство. Их обрабатывают специальным раствором с помощью распрысквателя, который равномерно распределяет дезинфицирующее средство. Антибактериальный душ для остановок проводят сотрудники, прошедшие специальный инструктаж. Сначала они обрабатывают внутреннее пространство павильона, в том числе скамейки и мусорные баки, а затем внешние стенки. Препарат, которым обрабатывают остановки, не опасен для здоровья пассажиров. В настоящее время осуществляется обработка остановочных павильонов согласно графику. Обработка производится в ночное время, тем, чтобы загруженность остановочных павильонов не было ее. Обрабатывают ее с понедельника на вторник в ночь и с четверг на пятницу. Также производится обработка подъездов. Обработка подъездов производится дважды в неделю. Получается, обрабатываем в среднем в день до 120 подъездов. Обработка производится механическим путем, что позволило увеличить объем обработки и качество. В домах, где выявлены больные с коронавирусом, проводятся дополнительные внеплановые обработки. К слову, с 18 ноября санитарная обработка всех подъездов жилых домов начала осуществляться с помощью нового ранцевого распылителя «Патриот». Коммунальщики обрабатывают концентрированным дезинфицирующим средством «Гринбиодез» поверхности, с которыми жильцы чаще всего контактируют. Это перила, полотна домофонной и тамбурной двери, дверные ручки, лифтовые панели, а также почтовые ящики. Средства также применяют для обработки лестничных маршей и стен до второго этажа. Таким образом, специалисты разных ведомств делают всё, чтобы защитить белорусов от вируса. Но начинать всегда нужно с себя. Соблюдайте масочный режим и не забывайте мыть руки, а также обрабатывать их антисептиком.